Бессмертный полк снова встал в строй. По улицам столицы населенных пунктов округа прошли воины-победители. Те, кто погиб на полях сражений, защищая Родину, и те, кто вернулся домой, но не дожил до наших дней. Встали в строй бессмертного полка и те, кто приближал победу, работая в тылу. Их портреты гордо несли над головами потомки. Те, ради кого ковалась Великая Победа. По оценке организаторов, в уникальной акции приняли участие более трех тысяч человек по всему округу. За старыми фотокарточками сотни судеб, героических подвигов и поступков наших земляков. Они ушли на фронт со всеми юными и молодыми ребятами. Те, кому посчастливилось выжить, вернулись домой уже другими людьми. Поколение, пережившее Великую Отечественную войну, не любило вспоминать прошлое. Те, кто воевал на фронтах и ликовал победу в тылу, были немногословны. Именно поэтому их потомки бережно хранят крупицы памяти о своих героях, воинах-победителях, и передают их подрастающим поколениям. Наш телеканал вел прямую трансляцию шествия Бессмертного полка. И вот лишь малая часть историй наших героев. Это мой прадедушка Литков Алексей Яковлевич. Он участвовал в олено-транспортных батальонах. А что ты еще знаешь? Он прошел всю войну, пришел домой, прожил еще недолго и умер. Здравствуйте. Расскажите, кем вам является Литков Алексей Яковлевич? Литков Алексей Яковлевич является моим отцом. Он воевал на Карельском фронте. Он ушел где-то осенью 41-го года. Вернулся уже где-то в августе-сентябре 45-го года. Воевал он сначала в лыжном батальоне, а потом перевели его в олено-транспортный батальон. Ну, воевал он на Карельском фронте. Всю войну почти всего года. Награжден был медалью за отвагу. Также про него есть рассказ в учебнике для начальной школы, ну, национальной школы округа. Ну, там говорится про его подвиг. Мы все знаем о подвиге олено-транспортных батальонов. Расскажите, может быть, что-то ваш папа рассказывал, какие-то истории фронтовые. Что вы помните? Ну, я была маленькая, но он не любил рассказывать про войну. Потому что, говорит, это всегда смерть, это кровь, это погибнут люди. И мало рассказывал, очень мало. У меня на протезе дружбы он брат мой. Как его зовут? Его зовут Росик Иван Александрович. Он вооружение в деревне Бедовое, Нижнепечорского района, недалеко от Наринмара. Дяд был 6 января 43-го года, ему еще не исполнилось 18 лет. В конце ноября ему было 17, а 6 января его уже взяли. Они, в общем, и долезли на лошадях до Великого Весочного. Родители всех ребят, таких и с Великого Весочного выстрелили, всех строили. И пешим ходом отправили до железной дороги. Там он, до Архангельска, там он попал в учебку. Было некоторое время в учебке небольшое. После этого он был отправлен на Южный фронт и воевал в Киевской области, переправы через Днепр. Они форсировали Днепр, мосты были все взорваны. Было очень трудно перебраться на правый берег Днепра. И добирались то, на чем мог, то на лодках, на подтонах, на разных случайных средствах. Враг палил сверху. Очень жестоко, очень много солдат погибло в то время. Он попал на правый берег Днепра, там повоевал какое-то время, и он там погиб. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен в деревне Григорьевской, Григорьевка, Киевской области, Переславский район. Мой папа, Кажен Евгений Андреевич, он уроженец поселка, деревня Пустозерск. Прошел он у нас три войны. Вернулся, конечно, он живой, но был ранен. И вот даже в мирное время, я уже не помню, это какой год был, у него была пуля в спине, и она сама вышла, осколок вышел. А так, за войну он никогда ничего не говорил, он праздник этот очень любил. И всегда он вспоминал ее со слезами. И мы, конечно, очень чтим этот праздник, очень, очень чтим. Скажите, кто у вас на портрете? У меня дед моего мужа, Хлюпин Александр Александрович, очень мало о нем знаем, только вот начали разыскивать, в Подольск направили очень много информации. Вот ждем информацию. Это мой отец, ему не было еще 18 лет, когда его в 43-м году призвали на войну. Отсюда пешком ушел до станции Раэль, воевал, получил тяжелое ранение. Он только в 47-м году вернулся. Вместо того, чтобы учиться, вместо того, чтобы любить, создавать семью, расти детей, он защищал нашу Родину. И благодаря ему, и благодаря всем тем ветеранам, портреты которых несут сегодня их потомки, мы живем под мирным небом уже 72 года. Это мой отец. Как его зовут? Азеев Алексей Петрович. Расскажите историю, что знаете, о том, где воевал, когда вернулся? Мой папа воевал на Карельском фронте, но был призван еще до войны за два года, в 39-м. Вернулся в 47-м, дослуживал. Расскажите, что папа рассказывал, какие истории, может быть? Он служил в разведке, истории много не рассказывал, он не любил хвалиться. Стреляли, гидпули свистели, осколки. Живы будем, не помрем. Гордитесь? Очень горжусь. И внук вот со мной, мой внук. Преименность поколения есть, рассказывайте внуку. Да, он все знает, все награды, все знает. Отец, карельский Петр Михайлович. Расскажите, что знаете, где воевал, когда ушел на фронт? В 43-м ушел на фронт, в 45-м вернулся. Имеет медали за отвагу, гвардеец. За взятие Будапешта 8 мая 45-го закончил войну в Будапеште. Что рассказывал папа? Какие истории? Ну, особо не рассказывал. Не очень разговорчивый. Он не любил рассказывать. Видимо, очень тяжело было, поэтому не рассказывал. Гордитесь? Конечно. Всего ничего. Под Ржевом без вести и ничего, даже военной фотографии не осталось. Абсолютно ничего. То есть пропал без вести, ничего не известно, да? Да. И дети, вот трое детей осталось. Моя мама, ну, по тем законам, даже пенсию не получали. Пытались как-то найти, может быть? Пытались, пытались. Да, в мемориале есть данные, немножко искажены, дата рождения искажена. Вот пытаемся сейчас в военный архив сделать запрос, потому что все, что было под Ржевом, там засекречено было, потому что данных не было никаких абсолютно. Сейчас потихонечку что-то выкладывается, но я думаю, что пока поисковики, если не наткнутся, потому что их загнали в болото, там один свидетель был, а он был командиром, его как командира практически первого сдали. Вот он видел, что его волокли, дальше судьба неизвестна. Там мой прадед Мухорин Павел Иванович погиб, освобождая блокадный Ленинград от кольца фашистского. Что знаете о прадеде? Где-то черпали информацию в источниках, в архивах? У нас все родственники знают, как погиб прадед. Он был в Верховашском районе в одном из сельских поселений, председателем сельского совета. У него была бронь. Гордитесь? Очень. Володя, привет.